Это бумага, и нам еще нужны влажные салфетки нескольковые. Меня не было в России два года, я очень сильно удивляюсь всему, что происходит. Конечно, хотелось бы приехать по более приятному поводу, но как сложилось, так сложилось. Евгений Сидоров изучает молекулярную биологию в университете Кракова, а сейчас везет передачу в подмосковный спецприемник Сахарова, другу, арестованному на 10 суток за участие в митинге 2 февраля. Это мой лучший друг Сережа, мы знакомы давно, уже больше шести лет, мы еще подружились в университет, и все еще очень тепло и близко общаемся. Я пытался через своих друзей сделать как-то передачу и прочее, но у всех работа, дела. И вот я решил ехать спасать друга. После трех несогласованных акций в поддержку Алексея Навального только в Москве силовики задержали около пяти тысяч человек. Из них не меньше тысячи отправили под арест. Рекордная цифра в современной России. В этом видео уже вышедшие на свободу участники митингов рассказывают, каково это провести 10 суток в ВВД и спецприемниках. Жалеют ли они теперь, что участвовали в протестах. И главное, удалось ли властям их запугать. У нас здесь воры в законы обсирались. Старые сутки я посидел и бился головой вот так вот об стену, разбил голову себе. Не могли воды попросить, не еды. Воровство и проституция, да, ну понятно, очередная шлюха. Ты почувствовал себя максимально ущемленной. Россия будет свободной! Филипп, Рома, Олег и Антон познакомились 10 дней назад. Их посадили в один автозак после митинга 23 января. Короче, пробка и тесто. Не просите черные и белые, потому что и только белые. И тогда ты сможешь сделать шашки. Это они спустя час после выхода из спецприемников Сахарова. Отмечают освобождение в ближайшей пиццерии. За что вы задерживаете человека? Я вышел в 12.30 на пушку. Меня задержали в 12.33. Я провел весь день в ОВД. Мне выписали вот этот протокол, оформили или как это называется. В 6 меня отпустили. Я сходил в бар, поел. И в 11 меня задержали заново заново у матроски. У меня исполнилось 18 в октябре этого года. И я думаю, ну пора бы исполнять свой гражданский долг и идти на митинг. Масква, выходи! Масква, выходи! Мы сейчас идем в СИЗО, где Навальный. И тут, короче, всех пи*** дубинками и переграждают улицы. Пока что тут не так много полицейских, но дальше жопы. За поворотом уже должна была быть матросская тишина. И тут из автозака выбегает целый отряд ОМОНа. А я прямо перед ними. У меня... У нас расстояние метров 10-15. Я думаю, сейчас они меня и забьют. У меня было два варианта. Либо остаться ждать, пока я получу дубинкой по роже. Либо побежать к полицейским, который без дубинок. Я побежал к полицейским без дубинок. Меня нежно взяли за руку, отвезли в автозак. Там я познакомился со всеми ребятами. Мы вместе, прямо с самого первого автозака. Нас, короче, что приняли? Сидим в автозаке. Алексей, мы за вас. Алексей будет свободным. После задержания молодых людей доставили в отдел полиции, где тут же объявили план крепости, не пускали адвокатов. Суда они ждали двое суток. Сначала в неприспособленном полицейском участке, затем в изоляторах. Самая жесть происходит в ОВД. Они не приспособлены для длительного задержания. То есть они приспособлены для 3 часа максимум. Максимум может быть до утра. И, собственно, в ОВД это называется КПЗ, но по-народному обезьянник. Давайте поднимем руки, кто хочет в туалет, чтобы по одному площади. Цивилизованность. В ревнушки. Меня отвезли в отдельный обезьянник, где не было никого, кроме меня. И где температура была примерно 0 градусов. Никакого отопления вообще не было. Поесть мне ни разу не предложили. Но знабило все вот эти 2 дня без перерыва. Спать было почти нереально. Просто сидишь, смотришь в потолок. У меня началась истерика, наверное, на вторые сутки. Я просто сидел и бился головой вот так вот об стену, разбил голову у себя. Потом понял, что сидеть невозможно. И походил по кругу и считал шаги. Начитал около 20 тысяч. После этого уже хоть как-то согрелся, утомился и смог уснуть. В одном из ОВД нам принесли передачку, явно нашу. Ее поставили просто перед нашими камерами. И вот в течение мы там почти всего дня мы не могли ни воды попросить, ни еды. То есть нам ничего не давали, хотя вот прям перед нами поставили передачку. То есть это вот прям такая наглость. Суд присудил Филиппу, Олегу, Антону и Роме по 10 суток. После турне по переполненным московским спецприемникам их снова развезли по одиночным камерам в разных отделах полиции. Во втором спецприемнике, опять же, никто мне сухпоек не выдавал. Я опять не ел и попил я раза два. Может быть три. В один момент терпения не хватает. И я долбил на протяжении около 10 минут. И не успел заметить, как он открыл глазок и смотрел на меня. А я продолжал стучать. Он сказал, типа, что тебе надо? Я говорю, попить. Он говорит, отсосать ты не хочешь? Я такой, нет. После того, как он сказал мне отсосать, он сказал, что если я еще продолжу так же стучать, он меня повесит на этих наручниках. И ушел. На митинг 31 января 18-летняя Полина пошла со своим молодым человеком. Но почти сразу они оказались в разных автозаках. Да, наверное, самое яркое ощущение это было, когда его забирают. И вот это вот миллисекунды до моего задержания, когда я понимаю, что так, там ОМОН, там ОМОН, в метро ОМОН, мне бежать уже некуда, меня все равно заберут. И это вот смирение, что я просто остановилась и такая, ну, ладно, хорошо. И тут меня задерживают. Потом где-то вот часов, ну, вот с двух до десяти вечера мы были в ОВД. И там было ужасное отношение. Никого не впускали, ни адвокатов, ни правозащитников. И, естественно, под всякими угрозами просили сдать отпечатки. До отпечатков у нас был допрос, на котором меня лично спрашивали, где я учусь, где я работаю. Меня начали спрашивать, откуда я беру деньги. Я говорю, это не ваше дело. Мне говорят, а, понятно, воровство и проституция, да. Ну, понятно, очередная шлюха. Нахожусь в здании от суда. Дали трое суток. Вот, человеку дали пять суток. Очень весело. Сейчас нас привезут обратное выделение. Да. Прекрасный воскресный день. Да, отдыхаем. Когда уже меня повезли в суд, это все как-то нахлынуло, и меня просто прервало. Вот, я еще вызывала себе такую скорую. И скорая тоже. Удивительные люди, которые приехали. Я говорю, мне плохо, я задыхаюсь. Мне кажется, что я умираю. У меня паническая атака. У меня женщина говорит, ну, хорошо, сделаем вам кардиограмму. Пока она делала мне кардиограмму, она меня спрашивает, а ты просто посетитель, или ты задержанная? Я говорю, задержанная. Тут ее лицо с ласкового и доброго меняется на какой-то злостный оскал. И она говорит, ну, вот, а нечего таким заниматься. Вот, типа, мы никак не можем тебе помочь, мы тебе ничего не дадим. И они уехали. Согласились? Да, я сейчас уже не еду в спецприемник. А, сюда, ко мне? Да, я тебе передачу везу, Сережа. А, ну, давай. А ты, может, тогда этот самый попробуешь на личные встречи выпить уже? Я попытаюсь представиться с водным братом, конечно. Может, у тебя будет одинаково? Да, да. Мы нужны прекратить этот разговор, потому что у нас телефоны выдаются на строгое ограниченное время, и мне нужно позволить моим коллегам по камере то, чтобы поговорить. Сережа, скажи, пожалуйста, вам нужно передать телефон в камеру или нет? Кнопочный. Телефон в камеру нам нельзя передать, нам нельзя иметь здесь его. А, окей, все, я понял, тогда. Хорошо, Сережа. Мы первый раз вообще разговариваем за долгое время на самом деле. Главное, что все хорошо. Главное, что все хорошо. Там же, в деревне Сахарова, оказались и задержанные 23 января Филипп, Олег, Антон и Рома. Но перед этим молодых людей почти сутки продержали в переполненном автозаке. И только после этого, на четвертые сутки, они попали сюда, в Центр временного содержания иностранных граждан. В это место стали свозить арестованных, когда в более комфортных московских спецприемниках закончились места. В итоге в Сахарово собралось большинство участников протестных акций. Всем машите. Вот тут толчок, просто посмотрите, какой это пи***ц. Видишь, какой передистальчик? Реально, вот Сахарова. Я вот эти, про эти стены рассказывал. И видишь, девчонка не обращает внимания. Ну вот, ты спишь. Голова вот у чуваков вот на этой кровати. Да? И вот туалет, там раковина, и вот голова. И ты, если сидишь, то как бы, ну, твоя жопа прям в 15-ти там, в 30-ти сантиметрах. Когда я заходила, там как бы человек занимался своими делами, да. Вот, смотрите. Все очень... Матрасов нет, ничего нет. Люди тут уже так полутора суток. И я написал, что было самое прекрасное и самое ужасное в этих местах. Ну, плохое это такое, конечно. Всякий ад, ну, типа, не кормили или еще чего-то. Когда полицейские спрашивают, сколько заплатили за митинг, это, ну, они вообще по-другому как-то... Они в другом мире, что ли, что вы... И вот когда 20 раз меня спросили, я тебе говорю, тысячу долларов мне платят за митинг и 500 за задержание. Американский госдеп. СМС-ка вот в Сбербанк онлайн. И у них прям глаза, вот знаете, зажигаются. Я так и знал. Все заплатили, да. Я говорю, конечно, заплатили. Но ты что, думаешь, я бесплатно, что ли, вышел? И они реально потом сидят в своих коморках и обсуждают это. Просто им... Они не считают, наверное, нас за людей. Я не знаю. И им без разницы на наше мнение и на наши потребности. Я бы так сказал. Телефона я не дождался, например. В нашей камере его не было. И вот эти серые стены, одеяло, которое не стиралось там, совка, наверное, просто пыли. Ну, очень пыльная. И ты в окно смотришь, а там вот эти вышки, двухметровый забор с колючей проволокой и собаки без приезди. Это их задача. Их туда поставили только для того, чтобы ты почувствовал себя максимально ущемленным, максимально бесправным. Ну, вот только для этого. Чтобы ты в следующий раз, десять тысяч раз подумал, стоит ли тебе пойти на митинг или не стоит. А вы не подскажете, за кем я? Вот, за мужчиной. А мужчина был. Извините, а как вас зовут? Ой, меня Кеша зовут. Я тебе познакомиться, Кеша. Мы за Кешей. Ловите на боково для чтения. Легко вы. У нас здесь колбаса, сыр, два фунда поковки, нарезка, потому что ножей там нет, хлеб, тоже распособленный, нарезанный, мандарины, яблоки, казинаки. Вот так, иду. До встречи у брата. Печенье, варенье, вода, труселку. Ну, я сейчас был на свидании, то есть она рассказала, что мы созванивались уже после этого. Говорят, девчонки все очень классные, все общаются на прогулках, договариваются обо всем, о политике спорят, я им много газеток передал. Не только же молодежь борется за свободу России, но и наше зрелое поколение, я тоже из 70-х годов, поэтому мне тоже не все равно, что происходит. Еще на митинги будут уходить? Про это не говорили, но они очень расстроились, когда я сказал, что они не поверили, что Ловко принялся. Они ждали воскресения нового поступления. В смысле, все там ждут, но потом уже не сказали, что ничего. Под арестом Полина провела трое суток, и 3 февраля ее освободили из московского спецприемника номер 2. Россия будет свободной! А теперь я обратно еще на 10 суток. Жива, здорова. Люди очень хорошие там сидят. Мне понравились. Надеюсь, что скоро все выйдут. Вчера мы все плакали, когда услышали решение суда по делу после Алексея Навального. У всех была просто массовая истерика. На самом деле, вот эти спецприемники, это как вот эта шутка, то, что все преступники сидят на свободе. Знакомиться с людьми можно только в СИЗО и в спецприемниках, где там сидят писатели, журналисты, классные люди, художники. И ты приходишь такой, о, моя любимая компания. У всех проснулась какая-то злость за все, что происходит, и все хотят бороться дальше. То есть даже вот с девочками, с которыми мы сидели в камере, я их спрашиваю, что вы будете делать, когда вас отпустят? И просто все ответили мне выходить еще. И это очень радует. И большинство даже выходят не из-за того, что там Путин плохой или что-то такое, а просто чтобы показать, что мы можем выйти. Да, мы можем отсидеть, мы можем заплатить штраф. И это нас не остановит. Приходил участковый 2-го числа, по-моему, это было, домой. У меня есть разговор, мне сказали, что он по-моему не административное нарушение, и она будет стоять на учете. Это давление на родителей, конечно. Конечно, в этом тоже есть здравый смысл, чтобы мы в свою очередь начали поговорить им. Нет, сиди дома, никуда не ходи. Ничего не поменяется. На самом деле, мы пошли на Витинг на свидание. И мы очень удачно сходили 23-го и решили повторить 31-го. Но в итоге все оказалось немного хуже, чем мы планировали. И нас задержали. Но это все равно было очень романтично. Молодому человеку Полины Аслану дали 7 судок ареста. Он отбывал их в спецприемнике в Люберцах и только что освободился. Вот ты сидишь в спецприемнике, и ты знаешь, что там с твоими друзьями, с твоей семьей все в порядке. И даже учитывая то, что ты не можешь с ними связаться нормально, ты знаешь, что они дома и в безопасности. А вот про Аслана я вообще ничего не знала. То есть где он, что с ним, в каком он спецприемнике. Еще по эхо говорили про Сахарова. И у меня просто эти ужасные картинки в голове. И потом я наконец соберу телефон и он пишет то, что все в порядке. Его отвезли в спецприемник. И у меня просто камень сердца упал. Привет! Я, наверное, раз сто рассказал сегодня всю хронологию событий и уже устал на самом деле. Учителя спрашивали. Попросил куратор подписать бумагу, то, что со мной провели воспитательную беседу или что-то вроде того, да, насчет митингов. То, что мне сказали, то, что выходить это плохо и так далее. Мои родители не верят, что что-то может измениться с помощью этих митингов. И так что они просто сказали, ну что, добился чего-то своим митингом и сидел ты 11 суток и что? Я пытался им объяснить, что это немного по-другому работает, но бесполезно. Они не поддерживают действующую власть вообще, но они абсолютно не верят, что что-то может измениться. Они считают, что ничего не поменяет ход событий, ни митинги, ни выборы никакие, ничего. Что пока им будет выгодно, Путин будет стоять в власти. Вот такое у них мнение. У Филиппа с женой салон красоты на окраине Москвы. Самый популярный в этом районе. Вот мне жена, да, говорит, плохо ты сделал. Подставил нас в салон. Ну как можно поступить по-другому. Я поэтому восхищен семьей Навальных, да, потому что у них они в одну дуду. Ну вроде они там супер вместе и вот это вот все. Мы тоже супер вместе. Мы в детстве, ну с детства вообще-то со школы 17 лет вместе вот росли, поженились после универа и вот сейчас. Ну да, вот такие, ну возникают вопросы. Короче, жесть какая-то происходит. И все задаются одним и тем же вопросом. Ты выйдешь еще раз? Это вопрос, по-моему, из той серии, сколько тебе заплатили или почему ты делаешь ногти крашеные. Типа, серьезно? Вы вот над этим думаете? Большая тайна. Передали. На телефона тоже взяли записку. Все отлично. Есть мандолина, их нужно отдать местным. Я созрела ночью. Без сахара, сахар. Без сахара. Так, термин заслали, да? Да, давай, заслали. Люди думают, что мы там с кого-то фонд еще там что-то или какая-то поддержка. Нет, как говорится, взяли в аренду генератор, газовую пушку, накупили провианту. Ну, как бы приятно, людям там не верится, да, такие подходят. люди стараются помочь, они подходят и говорят, давайте мы вам денег дадим, все, нет, ну, не надо нам денег, просто пусть донатят там, да, пусть переводят в защитную организацию. Поэтому помогаем как можем, посильно, как говорится, не тем людям, которые там, а тем людям, которые здесь подолгу ждут возможности передать передачи своим, близким. А вы вышли только что ли? да. Первые слова, которые мы зашли, нам сразу сказали тюремщики. У нас здесь воры в законы обсирались, ребят, так что такое вот отношение было вначале. Но потом, благодаря вам, все наладилось, сразу и воду принесли, и веник, и все, короче, все подалось. так что, так что, на улицу вышел. Поздравляю. Поздравляю. Ну, расскажи, как там вообще в камере? Ну, в камере не очень. холодно, знаешь, что вас интересует, да, вообще, какие-то условия, там холодно, не холодно, мерзнете, я понимаю, так не голодаете, потому что, да, постоянно, потому что, там прогулки, да, там вот эти все. Прогулки, все кричат, Россия будет свободная, подпускай, там, так что, это сплоченность была. Россия будет свободной! Путин! Ура! Ну, поздравляю, слушай, береги себя, слушай, в этой стране очень слой. Ну, Россия однозначно свободна, потому что, так народ, только... Так у молодежи прекрасной, я думаю, конечно. Не, ну, они нас конкретно обозрили, это просто. Не напугали ни грамма вообще никого, наоборот, народ сплотился, там еще больше, все эти люди, которые там были, конечно, ни капли, только больше ненависти разожгли. Поэтому зря, конечно, они делают, доиграются. Но в любом случае, бумерангом все вернется, поэтому... Мы-то молодые, время на нашей стороне, поэтому... Вопрос времени. Вопрос времени, конечно. Мы еще отыграемся. Один из нас, мы держим от того! Не надеюсь, что ты здесь, ты держишь от того! 5 февраля в фонде борьбы с коррупцией заявили о приостановке митингов. Но в первую же субботу после освобождения Филипп снова вышел на Пушкинскую площадь, где за две недели до этого был задержан. Рассчитывал, что и без ФБК москвичи соберутся на акцию. Таких, как он, оказалось немного. Но на этот раз его сопровождала жена Настя. Всем привет, господа! Я добрался домой. Выгляжу ужасно, но все хорошо. Вот, мы наконец-то вместе сележа на свободе. Проект узнаете впервые. Здравствуйте! Я Сергей Пархоменко, журналист и радиоведущий, а еще я один из членов жюри и координатор премии Редколлегии, независимой премии, которая поддерживает в России лучшие образцы журналистского творчества в разных важных информационных жанрах. Прежде всего, в жанрах расследования, репортажа, очерка. И вот именно в этом качестве я уже несколько лет слежу за проектом. Это настоящая машина по производству расследований и, не побоюсь этого слова, производству сенсаций. Каждая их публикация становится событием. Каждая их публикация это нечто, мимо чего внимательный, вдумчивый читатель не может пройти. И вот это очень редкое качество. Помочь проекту сегодня это и есть помочь современной русской журналистики. Может быть одним из последних людей, которые в России продолжают отстаивать ценности этой профессии и поддерживать класс этой профессии. Это хорошая инвестиция. Инвестиция в наши с вами знания и в конечном итоге в наше с вами будущее. Я призываю всех поддержать проект. Мне кажется, что это важно и нужно сделать это именно сегодня.